Главной темой дня в СМИ остается трагедия в городе Кемерове. Напомню, в воскресенье посетители торгового центра «Зимняя вишня» оказались в смертельной ловушке. В здании произошел пожар, из которого люди не смогли выбраться. По информации МЧС, пожарных слишком поздно вызвали на место происшествия. На момент прибытия огнеборцев там уже горели три кинозала и зоопарк, а весь третий этаж был сильно задымлен. На данный момент официально сообщается о 67 погибших, более 40 из них дети. Разбор завалов продолжается. Регионы начали объявлять траур по жертвам трагедии. Во многих городах проходят акции памяти. Память погибших почтили во Владикавказе. В эти минуты люди собрались на мемориале славы. Там работает и наша съемочная группа. Сейчас на связь со студией выходит моя коллега Генрета Албегова. Все подробности мы узнаем у нее. Генрета, тебе слово. Здравствуйте, Лена. Мы сейчас находимся на мемориале славы. Здесь сегодня собрались десятки людей, чтобы почтить память погибших в пожаре в Кемерово. Мероприятие организовал молодежный комитет, молодежный парламент республики. Но пришли сюда все желающие. Люди несут живые цветы и зажигают свечи. В Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. 41 из них дети. Это страшная трагедия. Никого не оставила равнодушным. Давайте спросим, с какими эмоциями люди сегодня пришли сюда. Что вас сегодня сподвигло прийти сегодня и быть здесь? Зажженная свеча здесь сегодня – это наша любовь и безмирная скорбь. К великому сожалению, мы знаем, что такое горе. Мы пережили Беслан, и это место было выбрано не случайно. Поэтому мы понимаем, мы скорбим очень. Это наша гражданская позиция. Поэтому мы сейчас здесь. Это та малость, которую мы можем сейчас сделать в знак поддержки этим людям, семьям погибших, детей, людей. Это очень страшно. Спасибо большое. Я напомню, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Сегодня президент страны Владимир Путин приехал в Кемерово на встрече с руководством региона. Он отметил, что виновные будут наказаны. Завтра состоятся похороны 15 жертв пожара. В России завтра же день траура. Все развлекательные мероприятия отменены. Приспущены флаги. Северная сеть, а также скорбит по погибшим. Акции памяти продолжатся. Спасибо, Генриетта. А я добавлю, что в центре Кемерово более пяти часов продолжался митинг недовольных граждан. Собравшиеся требовали правды о пожаре и пострадавших, а также отставке местных властей. Между тем, Владимир Путин на встрече с горожанами заверил, что все кадровые решения будут приняты после завершения расследования. Все виновные понесут наказание и никто никого прикрывать не будет, заявил президент.